С нами на связи военный обозреватель Денис Попович. Денис, доброе утро. Приветствуем вас на Freedom. Доброе утро. Денис, ну вот если отталкиваться от слов Кирилла Буданова, ну давайте нетрадиционно начнем наш разговор, оценим успехи российской армии. Чего она добилась за эти три месяца наступления? Ну успехи у нас это практический характер. Есть продвижение на Одейском направлении, есть продвижение на Купинском направлении, определенно. Есть продвижение, ну к сожалению, нужно отметить, что украинские войска были вынуждены оставить Маринку. Здесь также есть продвижение, нужно отметить, что эту Маринку российская армия брала два года без малого, около двух лет. То есть тут тоже, в общем-то, нужно оценивать все по достоинству, как говорится, по соотношению цена-качество, что называется. Поэтому в основном российские войска продвигаются, но на тактическом уровне. То есть там по 100-200 метров. Бывает такое, что их осаживают назад, то есть украинская армия контратакует. В основном следует оценить ситуацию как позиционная борьба. То есть нет предпосылок для крупных прорывов, на что российская армия рассчитывала, хотя бы даже начиная под Авдеев. Они, как мы помним, хотели провести бисквит и в течение недели максимум осуществить окружение этого города. Этого не произошло. Я позволю, Катерина, я уточню. По поводу Авдеевки. Вот сосредоточили основное внимание российские оккупанты на южной околице города. Плацдарм наступает сейчас в основном с юга. О чем это может говорить? Вот это вот славно-звистное окружение взять в клещий город, укрепленный еще с 2014 года. Вот это переключение внимания основных штурмов означает то, что сходу окружить не получилось. Там заметно уже ослабление атак, я имею в виду по флангам Авдеевки. Я бы не сказал бы, что они сосредоточили свое внимание на южном фасе. Это не совсем так. Они пытаются так вот по всем направлениям. Вы, вероятно, имеете в виду эту историю вокруг царской охоты, где они, используя подземные коммуникации, смогли прорваться немножко в город. То, по последним данным, этот порыв удалось купировать, хотя это, в общем-то, удалось с определенными усилиями. Эта атака была довольно-таки неожиданная. То есть, она говорит о том, что враг хитер, и враг использует все возможности для того, чтобы добиваться успеха. Это нужно отметить. Атаки вокруг Авдеевки происходят, ну, с разных сторон. И с севера, и с юга они пытаются хуже эти прорваться. Они пытаются зайти в город со стороны Авдеевской промзоны, которая, по сожалению, тоже была утрачена. Здесь тоже можно отметить, что здесь враг добился технических продвижений в этом направлении, на этом участке фронта. Но атаки вокруг Авдеевки пока не утихают. И здесь нужно отметить, что враг как раз наоборот. Используя, очевидно, новогодние праздники, сумел там подокопить резервы, и сейчас новыми силами пытаются там атаковать. Поэтому вокруг Авдеевки положение стабильно сложное. Враг подчиняется политическому распоряжению город окружить. Поэтому заключаются плохие новости. Это означает, что они дальше будут пытаться бросать свои войска в бой и, несмотря на потери, добиваться выполнения этой задачи. Поэтому здесь пока крайне рано, кроме того, что их атаки утихают. Тем более, что на Авдеевском направлении бойцы Нацгвардии Украины с помощью ударного FPV-дрона уничтожили новейший российский танк Т-90М «Прорыв». Сообщили об этом Нацгвардии Украины. Российский танк пытался занять огневую позицию в лесополосе. Был обнаружен бойцами первого штурмового отряда «Омега» и уничтожен FPV-дроном. Отметим, что стоимость такого танка Т-90М «Прорыв» составляет примерно 4,5 миллиона долларов. Ну и вообще, это как раз образец той самой новой техники, которую, я так понимаю, не так часто видим на поле боя. Вот то, что такие танки, такую технику в том числе сейчас бросают на это направление, это говорит о том, что враг пытается там усилить сейчас свое присутствие, либо эти Т-90 время от времени появляются. То есть вот эта новейшая техника, она может говорить о каком-то особом внимании, скажем так, противника к этому участку? Ну, это... Можно, конечно, говорить о каком-то особом внимании противника к этому направлению, но мне кажется, что они туда просто перебросили танк, который был уничтожен. Я думаю, что здесь, наверное, не стоит проводить какие-то параллели, либо какую-то особую луги. Денис, по левобережью Днепра в Херсонской области там продолжаются атаки в стиле Жукова, да? Наши военные говорят, что даже некоторые подразделения имитируют атаки, чтобы, ну вот, так сказать, в мясо не превратиться. Почему такие большие потери именно на этом участке фронта у российской армии? Ведь, по сути, наши десантники там работают практически без тяжелой техники. Я даже хотел бы ответить, чтобы по последним данным противники еще перебрасывают дополнительные усиления этого направления. То есть, перед ним стоит задача ликвидировать этот плацдарм. Наличие этого плацдарма на левом берегу крайне негативно, в общем-то, может сказаться на прибыльной кампании Владимира Путина, который хотел бы победы. И, в общем-то, как бы Авдеев, это может быть той победой, которая положена, может быть, положена на алтарь выбранного успеха Владимира Путина ценой десятков тысяч жизней российских солдат. Поэтому, в общем-то, левобережный плацдарм – это как бельмо на глазу. Они там увеличивают свои усилия и будут там пытаться координировать свои действия для того, чтобы этот плацдарм все-таки сбить в ближайшие недели. Чем их условлены такие потери? Ну, во-первых, постоянными попытками наката на этот плацдарм, который прикрывается украинской артиллерией с правого берега. С правого берега Днепра. Правый берег Днепра, он всегда выше. Это преимущество. Второе преимущество, в общем-то, западная артиллерия, которая действует с правого берега, она сама по себе имеет преимущество в дальности. И все это накладывается на работу украинских дронов, украинских дронщиков, которые мало того, что работают непосредственно по российским войскам, это сбросы и работа дронов-камикадз, так они еще наводят артиллерию, позволяя уничтожать скопление выдвигающихся российских войск на подходах. Ну и, безусловно, это героизм самих ребят, которые этот плацдарм держат. Пока ситуация на этом плацдарме такова, что мы находимся в состоянии, когда ожидаем развития событий. Вот уже который месяц. Или же будет продвижение, пока к этому не просматриваются предпосылы, или же будут вестись дальше, боится то, чтобы этот плацдарм сохранить. Поскольку враг будет пытаться его уничтожить. Вот пока такая вот ситуация. На отдельных участках Силы обороны Украины усиливает фортификацию. Вот есть ли на данный момент вероятность перехода от такой мобильной войны к позиционной? И вот на данном этапе в чем преимущество или, наоборот, недостатки такого ведения войны? Не то, что есть вероятность, а переход уже посуществлен. То есть уже оппозиционная война. Мы же с вами начали с этого разговора. Когда оценивали успехи российской армии, да, то есть на ходе их зимнего наступления. Я тогда уже сказал, что борьба носит оппозиционный характер. То есть там либо российская армия там продвинется, но с другой стороны там ее оттеснят обратно на какие-то предыдущие позиции. Вот это вот классическая оппозиционная война. Она сопряжена вот с такими вот атаками, с большими потеями, с проигрывательными боями, которые сейчас происходят, ну, практически по всему фронту. Денис, а можно ли сейчас сложить какое-то впечатление о том, будет ли враг усиливать каким-то образом свое присутствие, в том числе на Востоке? То есть сейчас идет разговор о том, что после новогодних праздников усилили, там, я так понимаю, присутствие личного состава, и техники подвезли, и боеприпасы есть. Это имеет, скажем так, перспективу к тому, что будет увеличиваться присутствие там противника, либо вот на таком уровне сейчас-то все останется? Ну, для того, чтобы резко увеличить свое присутствие, нужно провести мобилизацию. Открытую мобилизацию частично, которую они проводили весной 2022 года, и чтобы резко нарастить свое присутствие, резко нарастить количество войск. Пока сейчас они этого не делают, еще это, опять-таки, связано с выворами, для того, чтобы не ухудшать там социально-политическую ситуацию в стране, в России. Их темпы пополнения войск, они обусловлены, в общем-то, темпами подписания контрактов, а эти цифры неприблизительно известны. То есть там 15, 20 до 30 тысяч в месяц людей, да? То есть этого хватает для того, чтобы пополнить те потери, которые они несут ежемесячно. Мы же видим, что приблизительно там плюс-минус тысяча людей они теряют каждый день, согласно сводкам нашего генерального штаба. А если перемножить это в месячном отношении, то как раз и получается 25-30 тысяч человек в месяц, которые они пополняют путем проведения этих вот скрытых комиссионных мероприятий. То есть это пока не располагает к резкому наращиванию численности российских войск на территории Украины. Повторюсь, для этого нужна будет резкая мобилизация, которая очень позволила бы таким вот образом обвально, ну, резко увеличить численность войск российской армии. Судя по сообщениям в российских пабликах, над территорией России участились случаи, как говорят в Минобороны России, нештатного схода авиационных боеприпасов. Почему КАБы падают с российских самолетов, не долетая до территории Украины? – Некачественная сборка. Единственное, единственное, может быть, объяснение. То есть они же наладили производство этого вида оружия по МПК. Неполный год они его используют. Да, конечно, оно приносит очень много проблем. Это стоит признать. Как бы и здесь скрывать нечего. Однако сборка не очень качественная, поэтому порой они сходят с направляющих раньше времени. – Хотелось бы ваше мнение еще услышать по поводу следующей информации. Военная разведка Украины успешно атаковала российскую цифровую инфраструктуру. Об этом ГУР написала в соцсетях. Сообщается, что кибератака украинских специалистов положила сервер специальной связи Министерства обороны России. В результате прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны России, которые пользовались указанным сервером, расположенным в Москве. В украинской разведке отметили, что программное обеспечение не соответствовало российским госстандартам защиты информации. Ну и соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственной сети России, в частности военных. Вот как подобная кибератака наших разведчиков может повлиять каким-то образом на ситуацию на фронте? Ну, многое зависит от того, какая цель была кибератаке. То есть, если просто положить сервер, это одно. А если еще снять информацию, то это совершенно другое. Я думаю, что последствия этой атаки мы узнаем чуть попозже. Вчера вообще сообщалось о том, что весь Рунн практически льву нет на территории Российской Федерации. Там российские источники говорили о каких-то испытаниях на тот момент. Но мне кажется, что это тоже не без внешнего влияния, скажем так, обошлось. Поэтому я не думаю, что о таких городах, о которых мы сейчас поговорим, она была связана просто с тем, чтобы положить эти сервера. Что так или иначе, все равно со временем должен доступ постановить. Я думаю, что здесь была более широкая какая-то акция, которая была связана, в том числе и со съемом необходимой информации, которая в будущем могла бы пригодиться нам. Ну, не только нештатный сход боеприпасов и проблема с интернетом. Также власти российской экологии сейчас заявляют об атаке на город неизвестных дронов. Сообщили, что якобы сбили три беспилотника, вот один из них упал на территорию нефтебазы. Ну, конечно же, традиционно россияне сейчас утверждают, что пострадавших и повреждений нет. Но я так понимаю, опять нефтебазе какой-то российской не повезло. Денис, что скажете об этих тенденциях возгорания нефтебаз на территории Российской Федерации? Ну, судя по всему, наносит системный характер, да, если эта атака имела место. То АПСЭ, услуга, это все были атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации, которые были связаны с нефтебазами, нефтеперегонными заводами, производственными выносителями, производства топлива и так далее. То есть это не только экспорт топлива за рубеж, то есть деньги в российский бюджет, деньги на войну, собственно говоря, это во-первых. А во-вторых, это обеспечение непосредственно российской армии топливом. Без топлива армия стоит, топливо такой войны. То есть все эти атаки, судя по всему, представляются в системный характер, они направлены на то, чтобы подорвать вот эту вот систему обеспечения топливом войск российской армии и таким образом создать проблему на фронте. Ну, нет топлива, нет и войны, да, то есть нет передвижения войск. Они же не будут на валах и коньяк передвигаться, как в XIX веке. Им нужна механизация, а если не будет топлива, то не будет и механизация. То есть это будет иметь прямое влияние на ведение военных действий, если эти атаки еще будут более масштабированы. То есть атаки на нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы, это атаки на военные объекты, здесь это совершенно однозначно. Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило намерение передать Украине бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB. Об этом заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер. По его словам, Пентагон не будет называть сроки поставок этих вооружений из соображения оперативной безопасности. Такие бомбы представляют собой малогабаритный высокоточный боеприпас. Разработан он компанией Boeing совместно со шведской Saab в 2019 году. Снаряд сочетает планирующую авиабомбу малого диаметра с ракетным двигателем от реактивного снаряда. Боя головка направляется с помощью GPS, может преодолевать электронные препятствия и использоваться при любых погодных условиях. Бомба запускается из реактивных систем М270 и Хаймарс и поражает цели на расстоянии до 150 километров. Вот, Денис, мы, можно сказать, некоторым образом зациклились на немецких Таурусах, а тем не менее ракеты других типов, другого радиуса действия периодически поставляются в украинскую армию. Как вы оцениваете данный боеприпас, насколько он полезен будет на фронте? Ну, лучше практически, если ТТХ рассказали, это боеприпасы, то есть, как он запускается, на какую дальность и какие свойства имеет. Я бы не сравнил, то с Таурусом совершенно разные вещи. Таурус – это крыла-то ракета воздушного базирования, достаточно дальнобойная, и она, безусловно, мощнее, чем GLSDB. Но и эта бомба будет иметь очень большое значение, поскольку дальность здесь – это 150 километров. Это как раз одна из тех, скажем так, дальних рук, если можно так выразиться, которая позволила бы расширить возможности по уничтожению объектов противника, находящихся на удалении, в оперативном глубине. То есть, опять-таки, склады, скопления войск, какие-то интересующие нас объекты, то ли ПВО, то ли РЛС, старты и оппозиции ракетных комплексов. То есть, ну, это, скажем так, нужная очень вещь. Она повышает возможности для того, чтобы уничтожать объекты противника, и, повторюсь, еще раз, врать 150 километров. То, что, в общем-то, как бы было бы нам очень важно. Денис, спасибо за детальный разбор полетов, так сказать. Будем рады видеть вас снова. Денис Попович, военный обозреватель, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.